Добро пожаловать в SolidCam Professor, серию видеофайлов Jumpstart, простой путь изучения SolidCam. Я Евгений, SolidCam Professor и в этом эпизоде мы перейдем ко второй части первого урока. Мы начнем с операции Face Milling, фрезерования лицевой поверхности, чтобы убрать приписк с верхней части нашей заготовки. Нажмите правой кнопкой на папке Operations в панели Cam Manager. Это дает нам контекстное меню, в котором мы выбираем Add Operation, добавить операцию. В этом случае нам понадобится операция Face, торцевое фрезерование. Следующее диалоговое окно показывает нам технологический процесс выбранной операции. Если мы взглянем на этот технологический процесс, мы заметим, что практически во всех операциях нам встретятся подобные дерева. Начинающийся с нашей геометрии, следуя за которой идет выбор инструмента, уровни обработки, технология и линк, в котором мы определяем подход к детали и отход от нее. Следуя порядку, начнем с определения геометрии. Нажимаем Define и выбираем геометрию вокруг нашей детали. Поскольку мы собираемся обрабатывать поверхность всей модели, выбираем модель. Вместо повторного выбора модели откроем ниспадающее меню и выберем Target. Автоматически программа определяет габариты нашей детали, которые требуется обработать. Подтверждаем наш выбор. Следующим шагом будет выбор инструмента. Нажимаем Select и Add, добавить новый инструмент. В данном случае мы выберем Face Mill, торцевую фрезу. После выбора типа инструмента нам открывается окно с несколькими вкладками. Сейчас мы подробно остановимся на двух из них. На Tooltop Edge, где мы можем выбрать геометрию инструмента и Default Tool Data. Итак, определим геометрию инструмента. В этом случае мы будем использовать фрезу диаметром 100 мм. Также можем мы здесь выбрать радиус режущей кромки, угол режущей кромки, диаметр державки и так далее. Следующая вкладка в режиме резания. Здесь мы можем выбрать обороты и подачу. Будем довольствоваться этим выбором и нажмем Select. Следующим пунктом нашего технологического дерева будет Levels. Уровни обработки. Clearance Level определяется выбором нашей системы координат. Safety Distance определяется MAC файлом постпроцессора. Upper Level – это начальный уровень обработки детали. Face Depth – глубина резания. Переходим к следующему пункту нашего технологического дерева. Это технология. В этом случае нам предлагается три варианта технологии. Hatch – картинка в левом нижнем углу показывает нам, что обработка будет проводиться параллельными линиями. Наш второй вариант – контур. Показывает, что в этом случае обработка будет производиться вокруг нашей цепочки. Начиная снаружи и постепенно перемещаясь внутрь, как на картинке. Третий вариант, который мы будем использовать – One Pass – один проход. Если диаметр инструмента нам позволяет перекрыть лицевую поверхность за один проход, выбираем One Pass. Схему мы видим на картинке. У нас также есть возможность добавить чистовой проход, добавляя значение припуска и выставляя флажок Finish. В данном случае мы не будем этого делать. Сейчас мы выберем Safe and Calculate, чтобы рассчитать траекторию и сохранить операцию. На этом завершается вторая часть первого урока Jump Start. Спасибо, что были с нами в SolidCamp Professor. Всего доброго и до свидания.